Антон Бузурный, Журавлёв Роман, аплодисменты! Это прям как тот анекдот, чувствую по очкам иду. Вся задача Романа в данном случае дойти до Антона и дальше уже навязать свой бой. Стопой! Готов продолжать так бой? Так, готов продолжать бой? Бой! Так, бой продолжается. Иван Васильев спросил бойца, может ли он продолжить в таком виде. Боец сказал да, так что любые претензии в то, что будут нанесены удары в открытую часть, которая не защищена доспехом со стороны Антона Бузурного, не будут приняты. То есть на свой страх и риск он решил не зарабатывать штрафные очки, а продолжать сражение. Мы видим конечно то, что в основном легкость Антона играет ему на руку. Иван, пока он издалека расстреливает, не успевает, Роман Журавлев, добежать до своего оппонента. Конечно, хотя с учетом разницы веса это было бы очень серьезно, если бы он дошел и смог каким-то образом забороть, повороть Антона. Но это не удается, потому что несмотря на разницу веса Антон Бузурный знал, что он шел. Собственно, именно за счет своей скорости и прыти он пытается вывести этот поединок. Потому что, как-никак, очки у нас все-таки считаются. И самое главное — повалить своего оппонента на аресталище 20 секунд. А, соответственно, настучать очков тоже достаточно. Время против уголов. Что ж, второй раунд на аресталище. Антон Бузурный. Боец в черной бригадине с гербом на груди. В шлеме в бацинете с наносником. Латная защита ног и такая же защита рук. Щит треугольный. Опять же с гербом. Глоборный крест. Столбой. Некачественное снаряжение. Треща. Нет. Либо меняйте шлем, либо... Я снимаю бойца. Либо закрепите за правом. Так, за правом надо. И Арман Журавлев. Боец в черном на латнике с красной одорочкой. И с гербом на груди. В руках у него беготный тач. Трапециевидной формы. Щит ударный. У обоих бойца в руках фальшионы. Антона Бузурного, причем, новый фальшион. Фальшион. Точно-точно такой же был сломан. В плане предыдущего поединка. И, соответственно, он заказал себе абсолютно такой же меч. И издалека, в основном, конечно, расстреливают друг друга бойцы. Не удается, не удается дойти до своего оппонента Роману. Если бы он смог это сделать, конечно, картина боя могла бы поменяться. В основном все происходит под диктовку более легкого, но опытного и быстрого Антона Бузурного. Наносит он удары, набирает периодично очки. Но какие-то удары, конечно, не считаются, потому что они не амплитудные, не сильные. Тем временем бой продолжается. Мы с вами аплодируем 15 секунд. Время! В перерыве Журавлево-Романово из клуба «Легенда» поменяли шлем. Он тоже надел шлем по цене с доносником со скрытой защитой лица. В этом шлеме гораздо лучше дышится, насколько я могу, конечно, судить. И полегче должно быть Роману в третьем раунде. Потому что его шлем, так называемая «сахарная голова», переходный шлем от Топхельма по цене тот забрал. Он, конечно, менее удобен. Но все-таки он в первую очередь кавалерийский. В первую очередь, да, для кавалерийских сшибов. Что ж... Конечно, наверное, и бы хотелось бы всем нам увидеть досрочное окончание боя. Потому что тяжеловес против легковеса были шансы, но нет. И в этот раз бой продолжается. Остается все меньше и меньше времени. И вот, наконец-то, Роман захватил голову Антона. Прикрывается от ударов щитом. И сейчас, конечно, должен делать бросок, Роман. Давай, давай, давай! 15 кг веса у тебя получился, мы к тебе верим. Не цепляемся. Не цепляемся. Не цепляемся. Роман. Роман. Брейк, разошлись. Нет, останавливай. Разошлись, бойцы. Брейк, командуй. Бой! 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 Нельзя поворачиваться спиной по противнику. Роман. Пять секунд. Бой! 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 Бой!